Рекламно-информационная программа. Попробуй без интернета. Попробуй как люди, без интернета. У меня что-то привычка, когда звучит какой-то вопрос очень сложный. Я что-то обращаюсь за подсказками. Ну ладно, думаю, наладится. Итак, мы, как обычно, раз уж у нас гости, Театр Кукол, мы будем говорить о вашей деятельности. Ну и в первую очередь хочется поговорить о том мероприятии, которое уже будет на следующей неделе, 6 июля. Это в рамках проекта Театр Плюс будет показан эскиз спектакля «Пишу тебя на океане». Папа Розе, Марины Святой. Давайте и сами узнаем об этом, и наших слушателей проинформируем, заинтересуем. Павел, начинайте. Давайте. Давайте пару слов о том, что такое Театр Плюс в нашем театре. Это такой проект, где мы показываем какие-то работы, не относящиеся к репертуару театра. То есть это самостоятельные актерские работы, спектакли, театрализованные читки пьес. И вот еще у нас был поэтический вечер «Территория любви» по поэзии вятских поэтов. И вот сейчас мы готовим для зрителей произведение, спектакль по прозе Марины Цветаевой. Это «Повесть о Сонечке». Насколько востребованы вот эти постановки зрителями в рамках Театра Плюс? Вы знаете, дело новое, для нас интересное. Вообще, когда он родился, этот проект? Пару лет назад, да. Поэтому зритель потихонечку об этом узнает. Мы надеемся, что чем дальше, тем это будет все. Сегодня в том числе тоже узнает. Павел, у меня просто вопрос. Эскиз спектакля — это вот как? Вы знаете, сначала возникла идея просто... Читка, понятно. Читка, может, как-то люди в Кирове привыкли. Вот эскиз спектакля — это что именно? Попробовать. Потому что хотелось сначала сделать этот спектакль к юбилею Марины Цветаевой в октябре этого года. Будет юбилей 125 лет со дня рождения. Но так как все это горело, все это хотелось сделать побыстрее, подумали, а почему бы не сейчас, к закрытию сезона, попробовать представить, что у нас получается. Сначала думали, что это будет эскиз спектакля, но потихоньку, знаете, это все обрастает, вырастает. Мы туда все больше и больше погружаемся. Я не скажу, что это будет полноценный спектакль, но то, что там уже много сделано, много придумано. Что-то вроде генерального прогона получится. Ну, наверное, да. Да, потому что актеры идут в роли, ищем костюмы, ищем реквизит. Очень много каких-то исторических вещей даже удалось нам найти. Для этого спектакля. То есть пытаться создать ту атмосферу этой повести о Сонечке. То есть постановка без использования кукол? Там будут куклы, но это... Не центральная, так сказать. Да, не центральная. Не центральная линия. Сколько вообще актеров задействовано в постановке? Я вот затрудняюсь сказать, сколько. Ну, наверное, актеров семь. Вот так. Чтобы никого не забыть. Повесть замечательная. Она чудесным языком написана. Она очень атмосферная. Она очень лиричная. Она очень трогательная. И, знаете, когда мы это все начали, работу над этим, ну, просто понимаем, что это то, чего сейчас очень не хватает. Вот этого лиризма, этого внимательного и доброго отношения друг к другу. Какой-то чуткости. Несмотря на то, что написана она в ужасное время, и герои этой повести переживают какие-то очень большие события и в своей жизни, и в жизни страны. Но, тем не менее, вот это удается им сохранять этот лиризм, эту романтику, это стремление к свету, к новой жизни. И вот этот контраст, это очень интересно. А кто, собственно, эту повесть переводил на драматургический язык, скажем так? Это абсолютно самостоятельная актерская работа. То есть это все внутри театра происходит, да? Группа товарищей, да. То есть это не кто-то приглашенный литератор, это вы просто так решили, делаете сами, да? Нет, нет, нет. Но она так и написана, эта повесть, она написана так в стиле дневника Марины Цветаевой. Поэтому у нас актриса, которая играет Марины Цветаевой, она, собственно, и читает эту повесть. И периодически возникают персонажи, о которых упоминается в этой повести. На какой возраст рассчитано, мы тут привыкли спрашивать, возрастное ограничение? Ну, это для молодежи и для взрослых, конечно, да. Это не детский материал. Ну, давайте точный возраст назовем так. Ну, я думаю, от 15, наверное. 16 плюс, как сейчас говорят. 16 плюс, конечно. 6 июля, 18 часов, Кировский театр «Кукол», эскиз спектакля «Пишу тебя на океане». А, кстати, кто? Вы непосредственно как главный режиссер работаете? Я там тоже работаю, у меня есть небольшая эпизодическая роль. Ага, роль. Да. То есть не роль главного режиссера. Нет. Нет, оставит-то кто? Это наша совместная коллективная работа. Да, да. Это, знаете, это очень приятно режиссеру, всегда очень приятно, когда актеры сами горят, болеют работой, когда они ее любят. Очень интересно проходят репетиции. Мне всегда кажется, что все равно должен со стороны смотреть и такие пожелания какие-то высказывают. Есть такие люди. Должен хотя бы кто-нибудь все время смотреть вперед, как пел Булата Кузова, да? То есть какой-то лидер должен быть. Что-то не так. Может быть иначе как-то. Да, периодически все равно режиссер выходит в зал и смотрит режиссерским взглядом. Да, у меня там небольшая роль как раз режиссера, поэтому одно другому не мешает. А сценография, реквизит, насколько это будет насыщено? Это все будет интересно. Вот, правда, это довольно условная сценография, но то, что она образная, она атмосферная. Ну, взять даже то, что костюмы, многие костюмы из музеев позаимствованы. Из наших кировских. То есть они исторические костюмы, реальные костюмы того времени. И реквизит тоже есть реальный реквизит того времени. А какие музеи? Кировский, Краеведческий или художественный? Кировский, Краеведческий предоставил костюм. Есть, так сказать, из частных коллекций. Даже посуда, там, фарфор. То есть реквизит тоже, собственно, да. Фарфор, да, еще мануфактура Кузнецова с печатью. Ален, понятно, посуда, да, красиво все, но вот костюм, это под него же надо актера подбирать. Его же нельзя перешивать, он же из музея. Удивительно, костюм как раз, который вы позаимствовали, совпал с актрисой. Она в нем так органично смотрится и подошла даже по размеру. Ну, как актрису-то зовут, ну, давайте уж не будем. Ну, актеров там много. Нет, актрису, на которой костюмы... На Сонечку Анастасия Овсянникова. Анастасия Овсянникова, да. Именно она, Марина Цветаева будет. Нет, она играет Сонечку. А, Сонечку. Марина Цветаева играет Ульяна Синицына, наша актриса. Хорошо. Итак, слушатели, обратите внимание, 6 июля, 18.00, Кировский театр «Кукол». И еще об одном сегодня проекте, большом мы хотим поговорить. Это фестиваль «Летние вечера в театре «Кукол». О любви на разных языках», тоже в июле. Пройдет с 11 по 14 число. Все удивительно. Театр «Кукол» работает летом, да, когда все вроде отдыхают. Вы когда в отпуск? Вы когда в отпуск? Да, мы не пойдем. Мы на работе отдыхаем. В общем, при такой интересной работе, наверное, да, и уходить-то не охота. Вы начнете, да, рассказать об этом фестивале? Дело в том, что этот фестиваль родился после того, как мы задумались. Вот два года мы проводили. Ночь в театре «Кукол». Формат известный. То есть хотя бы мы пытались что-то менять, чем ночь в библиотеках, ночь в музеях. Это в мае, да? Это было в мае. И в этом году мы задумывались, ну что бы такое сделать, вот новое. Потому что, мне кажется, все равно в один вечер это уже немножечко исчерпало себя. Вот. И тогда актеры предложили, а давайте мы сделаем развернутое мероприятие, развернутое. И родились такие мысли, как летние вечера в театре «Кукол». Летние вечера, хорошо, о чем? Ну, разумеется, если летние вечера, романтика, это о любви. Поэтому так и назвали, о любви на разных языках. И сделали ретроспективу спектаклей с 11 по 14 июля, где зрители смогут попутешествовать как раз-таки вместе, не по отдельности, а парами со своими любимыми по разным странам. Признаться друг другу в любви. Или обнявшись даже с ребенком, посмотреть пронзительную историю. Ну, разумеется, о любви. О любви на разных языках. Потому что мы погрузим зрителей каждый день в определенную атмосферу, определенной страны. Ален, все-таки, можно перебью, уточню, о любви на разных языках. По-русски говорить-то будут? Будут говорить по-русски. Вот это, что мы как раз все обсуждали. По-русски, но в атмосфере. Обсуждали, думаем, а вдруг еще и на языке, так сказать, оригинала у нас турандок пойдет. Нет, нет. Все-таки на русском языке. Вот. Это будет «Япония», 11-го числа. «Девушка-журавль». Замечательный спектакль по замечательному драматургическому материалу японских писателей. Это рассказ о красавице Оцуру, которая является как раз-таки девушкой-журавлем, которая спустилась с небес ради любви к простому парню Йох-Йо. 12-го числа. Подождите, не торопитесь. Впервые японский материал? Впервые будете играть? Нет, это не впервые. Этот спектакль у нас уже идет довольно-таки давно в репертуаре. Но одно время было на три года мы его как бы убирали из репертуара. Но по многочисленным просьбам зрителей мы его восстановили. Генеральное восстановление спектакля произошло. И вот зрители имеют возможность его посмотреть. Потому что что-то дополнили, что-то изменили в спектакле. Приезжал режиссер специально этого спектакля. Проводились репетиции. То есть такое полновесное, полноценное восстановление спектакля. Про возраст. Не могу не спросить тоже. Ну, здесь возраст, я бы сказала, он, да, для семейного просмотра. Но возраст все-таки от 6-7+. Потому что это сказка. Это хорошая сказка. А в 6-7 лет дети уже понимают, что такое хорошо, что такое плохо. И так, 11 июля. Кировский театр «Кукол», «Девушка-журавль». Это премьера, да? Вот в рамках, ну, первый, вернее, спектакль. В рамках фестиваля «Летние вечера» в театре «Кукол» о любви на разных языках. Небольшая пауза у нас сейчас будет. К следующим постановкам спустя буквально полминуты. Послушаю. Культ поход. Культ поход. И с нами сегодня главный режиссер театра «Кукол», Кировского театра «Кукол» Павел Осянников. И режиссер театра «Алена Лысова». Летние вечера в театре «Кукол» о любви на разных языках. С 11 по 14 июля будет проходить данный фестиваль. Мы рассказали о первом спектакле «Девушка-журавль» 11 числа. Там была Япония, да? Япония. На следующий день в какую страну мы попадем? 12 числа. На следующий день мы попадем в атмосферу Венеции. Венецианский карнавал. Это очень красочное, захватывающее зрелище. Кто бывал в Венеции, понимает, что это романтика. И бывал. Есть возможность. Есть возможность, да. Окунуться в атмосферу Венеции. Но в то же время на Венецианском фестивале произошла очень интересная история, уже заимствованная, из китайской страны. То есть Турандот. Известная принцесса, которая... Ну вот мужа-ненавистница такая была, что презирала мужчин и отказывалась выходить замуж. Но царю нужен был все-таки наследник императору, не царю. И он решил проводить состязание, что дочка, не можешь оставить страну без наследника, она хорошо. Ну тогда пусть избранник выполнит мое задание. То есть отгадает три загадки. Загадки были очень коварные. И кто не отгадает, тому головосплечь. Ну вот такая жестокость была. И вот кто же покорил ее сердце, почему она поменяла свое мнение о мужчинах, это зрители увидят, посетив наш спектакль. Загадки Турандот или Однажды ночью в Венеции. 11 числа. Она начала во сколько? 18 часов. И 11 девушка-жиравль тоже в 18, да? Девушка-жиравль в 16 часов. В 16, хорошо, будем тоже говорить. Ну и еще вопрос, возраст тут, загадки Турандот. Здесь уже больше постарше. Подружки, да? Тут такая жестокая сторона любви, скажем так. Голова с плеч, это все лучше да постарше. И в то же время, как вот 12, 13 и выше, они любят ужастики. Там будут моменты такие захватывающие, завораживающие. Немножко хоррора. Да, впереди еще три спектакля, о которых мы поговорим чуть позже. Все-таки время бежит, а у нас ведь культпоход это еще и викторина. Вопросы мы готовы вам задавать, уважаемые слушатели. 201 из 101. Скоро гости первый вопрос зададут, но перед этим мы с Николаем все-таки должны озвучить, что же вы сегодня сможете выиграть. Поехали. Поехали. Начнем, наверное, с книг сегодня, да? Книги от магазина «Читай город». Это, во-первых, Евгений Вилтистов «Гумгам». Название очень такое классное, да? Сразу говорю, что книга для всех возрастов, ограничение 6+, очередная книга из серии «Вселенная фантастики». Это книга о приключениях, отваге творчества. Где у нас камера? Да-да-да. Заглядывайте на сайте. Далее, Дмитрий Емец, Мефодий Буслаев, «Маг полуночи», первая из 19 книг, где рассказывается о невероятных метаниях 12-летнего подростка по иронии судьбы, обладающего невероятной волшебной силой между светом и тьмой. По-моему, я помню, дети зачитывали из Буслаева. 12+. И вот очень такой серьезный фолиант, вообще, такой, ух, красивая книга, Лев Данилкин. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». Ну, пожалуй, это книжка можно как средство самообороны. Она очень, да, такой современный непредвзятый взгляд на личность Владимира Ильича Ленина. Этот кирпич, вот так и написано, этот кирпич, да, вы смотрите, похож. А вот здесь революции, удивительно увлекательное, познавательное, поучительное чтение. Ну, и, конечно, спасибо нашим гостям за то, что у слушателей, ответивших правильно на вопрос, будет возможность, вернее, попасть в Кировский театр кукол. Во-первых, 12 июля, это как раз-таки вот загадки Турандот в рамках фестиваля «Летние вечера в театре кукол». О любви на разных языках. Еще раз повторюсь, начало в 18.00. Ограничение 12+, как мы уже говорили. А 14 июля будет театральный микс 2017 в «Куклах». Что это такое, нам, наверное, расскажут уже поподробнее. Да, чуть позже. Да, это 14 июля. И 16 июля, золотой ключик. Золотой ключик, начало в 11.00. Самых маленьких можно приводить. Ну, и, как всегда, пригласительные билеты в галерею «Прогресса». Это выставка «Пак Террериха», сейчас идет «История современности». Там никаких возрастных ограничений нет. Так что все очень просто. Мы задаем вопрос. Вы звоните 211-1, правильно отвечаете. Получаете книгу и либо билет. Либо билет. Либо мы говорим вам «До свидания», если вы неправильно ответите. А, сегодня мы будем жестко? Как же, мы всегда очень жестко. Жестко? Конечно. Итак, уважаемые гости, Павел, Алена, кто будет задавать вопрос? Алена, вы? Ну, давайте я. Давайте. Вот, первый вопрос. Все-таки это уже накануне закрытия театрального сезона, а он у нас был очень насыщенным. Поэтому вопрос. Премьера каких спектаклей состоялась в уходящем театральном сезоне? А театральный сезон это с сентября 2016 года. Вот, получается, по июль 2017 года. Каких? То есть, всех, все спектакли назвать? Ну, какие это, наверное, если назовут? Какие премьеры были в этом театральном сезоне в театре «Куклы»? Их было четыре. Даже подскажу. Четыре спектакли. Четыре. Ну, давайте хотя бы две. Ну, хотя бы две. Две. Ну, половину уже будет хорошо. Или одна премьера, на крайний случай. Ну, что, вопрос, по-моему, понятен. Да. Кировский театр «Куклы». Пусть одно начну, вторую можно будет потихоньку подсказать. 211. Ждем ваших звонков. Пока ждем, мы продолжаем дальше анонсировать спектакли, которые пройдут в рамках фестиваля. Алена, продолжайте. И 12 июля утром. Все-таки мы не могли обойти вниманием маленького зрителя нашего. То есть это уже не летние вечера. Это летние вечера. Июльское утро. July morning. В то же время о любви на разных языках. Поэтому в 11 часов, 12 числа, мы покажем спектакль «Солнечный лучик» по пьесе «Попеску». Замечательный спектакль, мне кажется. Он такой камерный. Он такой трогательный. Он пробуждает в душе ребенка столько чувств именно сострадания, сопереживания, любови к ближнему. Спектакль о том, что если в человеке есть хотя бы капелька добра и стремления разрушить свое одиночество и одиночество ближнего, то преград не существует. Любовь творит действительно чудеса. И поэтому там вот маленький мышонок помогает своему другу познать, что такое счастье и любовь. Я думаю, что ребятам стоит показывать такие спектакли. И потом мамам, папам поговорить об этом спектакле с ребенком, что затронуло его душу. Чтобы дети, все равно общаясь с детьми, есть в детях какая-то появилась черствость. Даже в маленьких душах. Поэтому хотелось бы, чтобы посмотрели этот спектакль. Он действительно заслуживает внимания. Для самых маленьких? Он идет от трех плюс, скажем так. Но обязательно потом поговорить с ребенком о том, что он увидел и что его затронуло. 12 июля, 11 утра. Кировский театр «Кукол. Солнечный лучик». Такой замечательный спектакль. А мы напомним вопрос. Назовите хотя бы две премьеры, которые в выходящем театральном сезоне в Кировском театре «Кукол» состоялись. Редактор подсказывает, что звонков нет. Давайте будем подсказывать. Давайте хотя бы сюжет одного из спектаклей опишем. Давайте. Вот таким образом. Театр у микрофона. Некий космический цирк приземляется на планету Земля. Слушайте, подсказка сработала. Сразу позвонили. А может, вовсе не подсказка. Мы сейчас узнаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Анна. Анна, ну, видимо, вы зашли на сайт Кировского театра «Кукол», нет? Совершенно верно. Ну, давайте уж. Это не возбраняется. Да, парочку премьер. Назовите. А Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе». Да. Было такое? Последняя премьера была. Есть половинка ответов. А еще одну, Ань? Так, а еще одну. Вот я вижу как раз-таки сейчас на сайте. У меня интернет появился, слава богу. А терем-теремок. Действительно. Да. Ну, даешь прогресс технически. Прекрасно. Прекрасно. Но это нормально, когда человек умеет пользоваться гаджетами. Ну, что? Анна, что хотите? Билет в театр «Кукол», в галерею «Прогресса» либо книгу? А можно в билет в театр «Кукол»? На какой спектакль? 12. Загадки «Турандот». Хорошо. Загадки «Турандот» отлично. 12 июля, загадки «Турандот». Начали. Не кладите трубочку. 18. Наш редактор объяснит, как получить этот билет. Павел, с вас вопрос? Ага. Или вы не подготовили? Или вы не готовы? Нет, мы готовы. Есть второй вопрос. Второй вопрос гораздо сложнее. Еще сложнее. Еще сложнее. Сколько спектаклей в репертуаре Кировского театра «Кукол»? Ну, то есть тот человек, который... Кто поближе окажется к этой цифре? В настоящий момент. В настоящий момент. Может, дадим три варианта ответа все-таки? Давайте вот что ближе. Мы знаем цифру. А кто самую ближнюю цифру назовет? Плюс-минус хотя бы три спектакля. Плюс-минус три. Ну, тогда мы будем давать три попытки. Давайте. Давайте три попытки будем. Холодно, горячо. Угадал. Вот это уже задание попроще. 211. Больше, меньше. Больше, меньше. Сколько в настоящий момент спектаклей в репертуаре Кировского театра «Кукол»? Мы продолжаем тем временем про наш фестиваль. Да. На солнечном улочке мы остановились. У нас мы переходим на 13 июля. Да? На 13 мы уже переходим. Это у нас там, судя по графику, «Русская борзая». Спектакль для взрослых написано. Строго, да? Это действительно спектакль для взрослой аудитории. 18 плюс, то есть. Ну, 17 плюс еще могут принести. 18 плюс это уже в целлофановой упаковке. Это уже нельзя. Действительно. «Русская борзая» по произведениям Милара Допевича. Спектакль для взрослых. Так, есть у нас звонок. А, давайте. Алло, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена, ну, начинайте. Называйте цифры. 25. Больше. Значительно больше. Так. Значит, больше. Следующий вариант. Лена. 40. Ну, здесь уже почти. Больше или меньше? Больше или меньше это? Чуть меньше. Чуть меньше. Чуть меньше 40, но значительно больше 25. Лена, последний вариант. 35. Плюс минус 3 попали. 40 было ближе. Да, 40 было ближе. Так, секундочку, секундочку. Мы говорили плюс-минус 3 спектакля. Да, да, да. Сколько на самом деле? 39. 39. О, 40-то это было уже правильно. Ну, все-таки, да. Слушайте, нет. Да, она попала. Она попала в этот. Да. В общем, вы правильно все узнали. Да, мы сочли вас победителем этого конкурса. Да. Что хотите получить? На золотой ключик. Золотой ключик. Вау! Сегодня как горячие пирожки у нас разлетаются, да, билеты от Театра Куколки? Еще бы. Отлично. Не кладите, пожалуйста, трубку. Вам подскажут сейчас, как забрать эти билеты. Так, давайте все-таки закончим русскую борзую и потом на рекламу сходим. Вот. Милорат Павич, он вообще неординарный писатель, потому что там очень много философских мыслей. И он особенно указывает на то, что судьбы человеческие переплетены так тесно, что мы не догадываемся, насколько сложен невидимый узор неслучайных событий в нашей жизни. Поэтому не только судьбы нынешней жизни переплетаются, но и с нашими предками что было. Ведь частенько бывает такое, что человек вдруг... Я где-то это видел, я где-то это помнил. Как не перебирает, не может. А потом начинает погружаться, а оказывается, эта ситуация была с его предком. Это удивительный мир, который до конца нам не изведан. И вот как раз-таки в «Русской борзой» вы увидите переплетение событий прошлых поколений героя и как они отразились на его нынешней жизни. Ну, такой, да, достаточно философский. Философский спектакль, очень интересный. При том, что поставила его Наталья Пахомова, московский режиссер, у нее свое видение на спектакле. Как давно он в репертуаре уже? В репертуаре он третий год идет. То есть востребован. Это говорит, да, а его востребован. Действительно востребован, потому что люди выходят после спектакля и начинают думать. И мне даже говорили, что возникает желание перечитать Павича. То есть спектакль, как говорят сейчас, с послевкусием. Да. То есть не просто так, а потом еще остается. Потом долго думаешь и возникает желание еще раз прийти, посмотреть его, чтобы погрузиться до конца, переосмыслить что-то, перечитать Павича. Ну, философский спектакль. 13 июля, русская борзая, театр кукол. А сколько начала у меня тут? 18.00. Тоже 18.00. Ну, а сейчас 12.30 на часах, самое время на рекламу. Сбегать быстренько. Потом продолжим наш вопрос. Озвучим еще раз, что у нас в розыгрыше есть и будем задавать вопросы. Культ поход. Летние вечера в Театре кукол. О любви на разных языках. Вот такой фестиваль пройдет в Театре кукол имена Ифанасьева. С 11 по 14 июля. Еще один у нас не анонсирован спектакль. Остался. Мы чуть позже это обязательно сделаем. У нас в гостях Павел Овсяников, главный режиссер Театра кукол, и Алена Лысова, режиссер данного театра. Я предлагаю Николаю все-таки напомнить, да? Напомнить, да. У нас остались три прекрасные книги совершенно. Можно я начну с Ленина? Уж очень мне этот вариант нравится, да? Лев Данилкин. И название, послушайте. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. Отличная, красивейшая книга. Современный непредвзятый взгляд на личность Владимира Ильича Ленина. Дмитрий Емец и Мефодий Буслаев. Мак Полуночи. Это для подростков, да, в первую очередь? Да, мне кажется, ими все читают. Да, вне зависимости от возраста. Ну, во всяком случае, мои дети в подростковом возрасте, начиная с 12 лет, зачитывались. Зачитывались, да? То есть как раз-таки на этот возраст. У меня просто есть знакомый, он меня даже немножко утомляет. Вот он очень это любит. Ему уже, извините, далеко за 30. Евгений Вилтистов. Гумгам. Да, очень забавное название книги. Там эта книга из серии «Вселенная фантастики». То есть это уже само себе много говорит. Напомнить, чего лучше дойти, другие книги. Вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская, 65, это торговый центр театра. Либо Ленина, 103, это торговый центр Крыма. Да, и есть еще, а нет, все книжки рассказали. Есть у нас еще билеты на 14 июля, театральный микс 2017 в «Куклах». Вот тот спектакль, о котором мы сейчас будем говорить. И «Галерея прогресса». «Галерея прогресса». Там выставка идет по акту Рериха «История и современность». Там никаких возрастных ограничений. Я думаю, кто такой Рерих, представлять никому не надо. Ну, давайте про театральный микс буквально, да, пара-тройка минут, и дальше вопросы уже будем задавать нашим слушателям. Давайте, это не совсем спектакль. Да, простите, да. Мы сейчас выяснили в перерыве, что это такой капустник, да. Капустник, концерт, творческий вечер, микс. Захотелось нам показать зрителям, чем мы жили весь этот сезон, похвастаться какими-то своими успехами, достижениями. То есть, что будет? Будут отрывки из премьерных спектаклей. Из всех четырех премьерных спектаклей этого сезона. Самые яркие? Самые яркие, конечно же, самые интересные. Будут фото-видеоматериалы по нашим каким-то поездкам, по гастролям, по фестивалям. Куда мы ездили, кто к нам приезжал. То есть, это тоже интересный такой момент. Будет отрывок из «Театра плюс», вот как раз «Территория любви». И мы немножко прочитаем стихи вятских поэтов. Будут самостоятельные актерские работы, творческие. Будут шутки, будут песни. Будет интересно. Будет интересно и, судя по всему, весело. Да, как всегда сказочно-волшебно. Это продолжительное такое действие было, да? Да, да. Ну, не полчаса, это точно. Плюс еще перед этим мы в фойе устроим какие-то интересные мероприятия, развлечения, что-то такое из нашей жизни. Интрига есть. Интрига есть, прекрасно. Кстати, перед каждым спектаклем в летних вечерах в фойе первого и второго этажа театра будет некое театрализованное действие проходить. С музыкой? С музыкой обязательно, с общением с актерами. То есть мы не будем все рассказывать, но раз мы сказали, что это новый формат ночи в театре. Так тем интереснее прийти и посмотреть, что же это такое. Конечно. Там будет и поэзия, и живая музыка, и мастера каллиграфии, и еще какие-то. И мимы, и поэты. Ну, в общем, вы только что сказали, что все рассказывать не будете, поэтому... А, это далеко не все. Ясно. А можно я вот упомяну, я знаю, что вот этот театральный микс, если один билет покупаешь, то дальше что-то уже... Специальные условия. Да. Это как раз таки, если при покупке одного билета на любой из спектаклей... А, на любой. На любой из спектаклей в рамках этого фестиваля предоставляется скидка 50% уже на театральный микс. А, понятно. Все. То есть сходи на Турандот и заполся на театральный микс. Да. Классно. Все ясно. Так, ну что, пора по рок-н-роллу. Да, у меня сегодня такой рок-н-ролл немножко смешанный с кино. С кино. Потому что подумал о том, что очень часто бывает... Нет, с искусством кино. С кинематографом. Да. Очень зачастую бывает так, что какой-то кинофильм дает тему для песни, какая-то песня дает тему для кинофильма, это бывает. Иногда песни пишут для кинофильма, но они бывают так, что и не попадают в этот кинофильм. Вот эти вот пересечения очень интересные. Я начну с такого фрагмента довольно-таки так вот интересной музыки. Денис, если можно. Денис Князин, наш звукорежиссер. Это такая интересная группа 80-х годов, называется Power Station. А их песенка называется «Некоторые любят погорячее». И она как бы отсылает нас к фильму, который вышел в 1959 году. То есть смотри, какая разница, 85-м, 59-й. Но в нашем российском прокате он шел под другим названием. Вот вопрос будет заключается в том, под каким названием эта великолепная американская кинокомедия с участием Мэрилин Монро, Тони Кертиса, Джека Лемона. Она выходила в наш прокат. Я дам три варианта ответа. У нас этот фильм назывался... Может, не в джазе только девушки? Девичий переполох. У нас этот фильм назывался «Мы из джаза». Или у нас... Давайте так. Или у нас он назывался «В джазе только девушки». Вот кто ответит... Это вопрос нашим слушателям. Да, вопрос слушателям. Кто ответит правильно, тот получит наш приз. А, кстати, желающие позвонить. Здравствуйте. Есть уже, да? Да, здравствуйте. Да. Ну и как назывался этот фильм в нашем прокате? «В джазе только девушки». Совершенно верно. Вы угадали. Как вас зовут? Наверное, Лена все-таки подсказала немножко. Еще раз мы не расслышали. Александр. Александр, вы правильно ответили, что бы вы хотели получить за ваши знания? Книжку про Ленина. Ох, книжку про Ленина. Я надеялся, что она все-таки долежит до меня. Это в честь столетия Октябрьской революции? Да, это просто классная книга, мне кажется. Лига просто, да. Хорошо. Александр, не клади трубочку. Да, без проблем. Как получить эту прекрасную совершенно книгу? Спасибо, Николай, что он затронул кинематографичную тему, потому что у меня вопрос тоже будет похожий. Вернее, у меня будет не вопрос, а такое творческое задание. Вы, кстати, можете уже звонить, 211-101. Мы будем с вами петь. Сегодня последний день первого летнего месяца, 30 июня, да? А я каждый год гадаю и вспоминаю, а ведь вроде 31 еще июня-то должно быть. А на самом деле его нет. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это объясняется тем, что есть замечательные картины, 78-го года. Мюзикл замечательный, да? Который прекрасно появился, но также прекрасно куда-то пропал. 40 лет, кстати, в следующем году, да, уже? Наталья Трубникова, Николай Еременко-младший, замечательная музыка, Александра Зацепина. Звоните, 211-101, мы куплетик, два куплетика сейчас споем за главный... Да можно любой песни из этого. А я уже выбрал. А я уже выбрал. А то есть сопровождение будет, да? Ищу тебя мы сейчас будем исполнять. Звоните, пожалуйста, 211-101. Да все знают, по-моему, эту песню. И спойте с нами, да. Все знают эту песню. Потому что действительно великолепный фильм. Фильм великолепный. Хорошая сказка. Да. И эту композицию, кто только не исполнял ее, на самом деле. Есть вам? Желающие спеть, по-моему, уже есть, да? Ждем вас, ждем. Такой караоке по радио, сейчас я не знаю, как этот жанр назвать. Да, да. Ждем. Все. Так, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. О, это Олег. Меня зовут Олег. Да, Олег, мы уже узнали, да. Олег, выключите, пожалуйста, радиоприемник. Чтобы мы лучше слышали ваш голос. Во, отлично. Олег. Почти получилось. Слышите? Песню помните еще тебя? Из кинофильма «31-й вене». Всегда рядом не могут люди, первое слово. Помните? Всегда. Да, да, не, подождите. Сейчас мы по-взрослому, сейчас мы с минусовочкой. Пожалуйста, Денис, запускай. А почему бы мы нет? Мы еще не пели в рамках пульпоходов. Раз, два, три и... Всегда быть рядом не могут люди. Всегда без места не могут люди. Нельзя земной любви. Любви пылать без коса. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считай одним. Сжигая сердца. Дальше будем петь. Давайте дальше. Поехали. Все время мы ждем, как чудо. Одной, единственной ждем, как чудо. Хотя должна она, должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы смогли, откуда? Узнать при встрече смогли, откуда? Что ты моя, а я твоя, любовь и судьба. Вот так вот, давайте поаплодируем. Отлично. Всем нам спасибо. Отлично. Ну что, я думаю, человек точно совершенно приз заслужил. Эксперимент, конечно. Человек на проводе, а мы тут в студии. А мы тут еще все хоро. Ну ничего страшного. Олег, здорово получилось. Что вы хотите получить? Ну, если можно, какую-нибудь книжку. Конечно, можно. Конечно, два там выбора. Это у нас есть «Маг Полуночи», такая фэнтези. Есть фантастика, да, «Гумгам». Одну надо выбрать. Какую? «Маг Полуночи». «Маг Полуночи», да? Да, да. Все, она ваша. Не кладите трубочку. Вам объяснят, как получить вашу книжку. Еще один вопрос зададим, успеем. Наши гости. У вас есть вопрос, Алена? Да, пожалуйста. Желательно несложный, чтобы у нас минутка-две остается. Ну, все, никак довольно быстро отвечают. Ну, хорошо. Тогда довольно-таки простой вопрос. Мы все-таки кукольники. Любовь кукле у нас в крови. И поэтому, какие виды кукол вы знаете? Любые. Любые виды кукол. Театральные. Театральные кукол. Я даже один вид знаю, потому что мы как-то спрашивали уже. Тогда было... А, я вспомнил. Я вспомнил, что такое вот именно такая кукла. Виды кукол. Ну, хотя бы один вид назовите кукол. Да, какие они бывают. Какие есть в театре кукол? 211-101. У вас есть буквально минута-полторы для того, чтобы дозвониться и выиграть либо поход на театральный микс. У нас ведь никто его не выбрал. Да, никто пока еще не выбрал. 14 июля театральный микс. Да, у нас осталась книжка Гумгам, и у нас осталась галерея прогресса. У вас выбор. В общем-то, есть. Прямо, как знаешь, там где-то дорога, и на три этих стороны. Туда пойдешь, туда пойдешь. Ален, Павел, ну, один вид хотя бы назовите, подскажите нашим слушателям. В каком направлении-то мыслить? Самая любимая кукла кукольников, это тростевая кукла. Тростевая, да. Тростевая. Тростевая. Вот в этом направлении. А какие еще бывают? А я знаю еще один вид. Я, пожалуй, знаю. Потому что здесь работаю, да. Вот как называется кукла, которая по параметрам на человека, например? Да, Владимир, у нас же есть желание еще ответить. Да, вот здравствуйте. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Светлана. А, Светлана, да, мы вас узнали, вы наша постоянная участница. Назовите хотя бы один вид еще. А я вот знаю просто, из чего могу сказать там? Из деревяшки, из соломы, или это не это надо говорить? Нет, нет. Вот смотрите, вот раньше бродили по улицам кукольники и показывали кого? Некое действие было на ярмарках, на площадях. Вот вверху такой маленький, с носом верещит дурным голосом. Ну, кукла такая. Буратино? Да что вы, Буратино? Нет, вот традиционный такой персонаж кукольный, вот всевозможных ярмарочных гуляний, праздников народных. Вот он... Русского. Русского, да. Вы не в Италию посмотрите, а к нам немножко, да. Ну, как он называется? Ах, не помню. О, ну что ж. А такие куклы на нитях? На нитях. А-а-а. Тигры, заяц, там кто-то в клетке, все они? Они? Песня такая была у Андрея Макаревича. Игра по машине времени. Ранее старая, да-да-да. А до чего ж порой обидно, что хозяина не видно вверх и в темноту. Так, Светлана, ну, время-то утекает, вы сейчас без приза останетесь. Ну, не знаю, не знаю. Ну, увы, не получилось, хорошо. Ну, давайте для этого самого, для кругозора-то назовем все-таки, для расширения. Ну, последнее слово, понятно, марионетки. Петрушка, да, ростовые куклы, планшетные куклы, гопитные куклы, теневые куклы, теневые. То есть, их очень большое множество. И, к сожалению, наша слушательница осталась без приза. Все, мы уже немножко перебрали. Культпоход, я имею в виду, по времени перебрали. Культпоход на этом заканчивается, да. Большое спасибо нашим гостям, Павел Овсянников, Алена Лысова. Летние вечера в Театре кукол и любви на разных языках. С 11 по 14 июля. Приходите, приглашаем наших слушателей. Приходите, приходите, будет очень интересно. До свидания, всего доброго. Спасибо, до свидания. Культпоход